Книга Бытие, я буду краток. Книга Бытие, 22 стих. Вернее, 22 глава, извиняюсь. О, нет, 30 глава, 22 стих. Понимаете, в православной церкви мы просто читаем, у нас нет стихов, большинство людей не носят Библии, так что... Все встаньте для чтения Евангелия. Мир да почаёт на вас, да и на вас тоже. Я в восторге, что могу покричать как православный, дома мне нельзя. Орган не звучит так круто, я пытаюсь уговорить их купить Ямаху, но они не хотят слушаться епископа. 30 глава, 22 стих Книги Бытие. Послушайте этот текст. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал её Бог, и отверзут робу её. Она зачала и родила сына, и сказала, снял Бог, позор мой. И нарекла Ему имя Иосиф, сказав, Господь даст мне и другого сына». Господь даст мне и другого сына. Откроем теперь вместе Бытие, 35 главу. Мы прочтём сегодня пару писаний, для тех из вас, кто не читает Библию всю неделю. Сегодня мы прочтём как можно больше. Глава 35, стих 15. Бытие 35, стих 15. «И нарёк Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему, Вифиль. И отправились из Вифиля. И когда ещё оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды её были трудны. И когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из неё душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенани, что значит «сын моей скорби». Но отец его назвал его Вениамином, что значит «сын по правую руку». И я хочу сейчас подметить другой стих, потому что он необычен. Имя Вениамин переводится «сын по правую руку от меня». Аминь? Теперь откройте со мной, если можно, судей, третью главу, потому что есть необычная черта в колене Вениаминовом. Судей, третья глава. Судей, три. Стих. Пятнадцать. «Тогда возопили сына Израилева к Господу, и Господь воздвигнул им спасителя, Аода, сына Геры, сына Иемиива, который был левша, и послали сына Израилева с ним дары Яглону, царю Моавицкому. Аод, который был вениамитянином, был левша. И позже, в книге Судей вы увидите, что было 600 человек из колена Вениаминова, которые все были левшами, и пользовались прощами с огромной четкостью и меткостью. Что уникально, потому что Вениамин означает «сын по правую руку». И у них есть черта в том, что они леворуки. И чем я хочу служить вам сегодня, вкратце, по благодати Божией, это Вениамин, сын по правую руку. Было бы наставительным для нас, прежде чем мы сполна поймем, что сделал Вениамин, глянуть назад на жизнь его отца и жизнь его братьев. Жизнь отца Иакова, прежде чем у Иакова появились дети, Иаков влюбился в молодую девушку по имени Рахиль. Большинство из вас вы знаете историю, поэтому я задержусь на ней лишь на секунду. Он влюбился в молодую девушку по имени Рахиль, заключил сделку с ее отцом. Тот сказал, вот сделка. Если ты хочешь жениться на моей дочери Рахиль, ты должен будешь работать 7 лет, и в конце 7 лет ты можешь жениться на моей дочери Рахиль, когда закончишь. Он так и сделал, работал 7 лет, и в конце 7 лет он пошел жениться на Рахиль. И согласно еврейской традиции, он не видел своей жены до ночи, когда он уже пьяный, лег в постель. И когда он проснулся утром, он понял, что женился не на Рахиль, он женился на ее сестре, Лея. И что здесь уникально, прежде всего, я думаю, что контекст здесь очень силен, потому что по еврейскому закону в то время не было церемонии, они еще реально не были евреями тогда, согласно этой древней семитской традиции, не существовало брачной церемонии, которая делала их женатыми. Они просто фиксировали свои отношения близостью. Интересно, сможем ли мы понять это в духе, в вопросах поклонения? Что Бог призывает нас зафиксировать наши отношения в поклонении и в близости. И чего мы не осознаем, что мы делаем, когда мы приходим к поклонению. Мы делаем это сейчас, я говорил это вчера, и повторю это снова. К сожалению, мы часто приходим в церковь, и наша концепция церквей... Ну и что ты думаешь? Тебе понравилось поклонение? Что ты думаешь? Тебе понравилась музыка? Тебе понравились песни, которые они поют? Тебе понравилось, что там происходило? Истина в том, что ты не имеешь права спрашивать об этом, потому что поклонение не для тебя существует. Поклонение принадлежит ему. Пойми, мы поклоняемся, чтобы привести его сюда, а не тебя. Мы поем не то, что тебе нравится слышать, мы поем то, что он хочет слышать. Суть не в том, придешь ты или нет, суть в том, придет Он или нет Потому что если Он придет, ты будешь исцелен, но если Он не появится, ты уйдешь отсюда таким, каким пришел И намерение поклонения не в том, ну мне не понравилась эта песня Послушай, если Бог говорит «Кантри» и «Найди банджо», тебе лучше расчехлить его, если это то, чего ему хочется в это воскресенье Если он хочет услышать Арии и он хочет услышать латинские напевы, тебе лучше выучить немного Ава Мария, тебе лучше выучить немного Ладомуфта Бенедикт и Мусе Потому что суть в том, что нам нужен Бог здесь, и мы поклоняемся, чтобы Бог пришел в свой дом. Когда Бог приходит в свой дом, Он хочет быть близок со своими людьми. Я могу доказать это. Я действительно могу доказать это. Еврейское слово «хвала», первичное еврейское слово «хвала» — это «ядах», что переводится как «поднимать руки и воздавать благодарности». Именно отсюда мы получаем слово «иуда», «ядах», «хвала». Есть два корневых слова для слова «ядах». Первое — это «яда». Услышь меня. Иуда, «ядах», «яда», и познал Адам Еву, «яда». Авраам познал Сару, «яда». Слово «познал» подразумевает сексуальную близость. Итак, вторичное корневое слово для слова «хвала» — это «познавать его в близости». Ты не можешь прославлять его по-настоящему и не забеременеть целью и силой. Ты не можешь потратить час, говоря Богу, кто Он есть, и Бог не начнет укреплять в тебе, кто ты все-таки такой. И, конечно, первичное слово «яд», и это уникально, потому что в Иврите есть много значений. «Яд» может означать руку, силу или давление, и владычество. Но если ты будешь смотреть дальше по списку, в хорошем лексиконе, ты увидишь, что «яд» означает также «ось». Я не супермеханик, но я знаю, что делает ось. Она поворачивает все. Это уже само по себе проповедь. Потому что, когда мы поднимаем свои руки в поклонении, Бог поворачивает все для нас. Вернемся к тексту. Я проповедую пророчески. Позвольте мне пояснить, как пророки проповедуют. Мы проповедуем дробью. Пророки проповедуют, как женщины машину водят. Поэтому все, что более-менее родственно и интересно, туда надо подъехать и посмотреть. Это может не иметь никакого отношения к тому, о чем я проповедую, но я подъеду, чтобы посмотреть что-то. Проповедники проповедуют, как мужики за рулем. Точка А в точку Б. Зажми ноги, остановок на туалет не будет, наперекусить не будет, есть надо было раньше. Но он работает 7 лет. И я хочу, чтобы вы услышали это, потому что об этом вопль моего сердца. Этот текст, послушайте, здесь говорится, что он работает 7 лет и женится на Лее, старшей дочери, потому что закон говорит, послушайте, закон говорит, ты не можешь жениться на младшей дочери, пока старшая не выйдет замуж. После он заключил сделку со своим тестем. Если дашь мне жениться на Рахиль, я буду работать у тебя еще 7 лет. Итак, Рахиль это же жена любви или благодати. Лея это жена закона, что определенно выявляет две категории христиан. есть те, кто любят его, потому что они обязаны. Но также есть и те, кто любят его, потому что им хочется. И я определяю, что Божьи люди должны понять, что если мы собираемся любить Христа, или собираемся быть верными, прежде всего я не думаю, что ад должен быть мотиватором спасения. Я не верю, что страх это хороший мотиватор в Новом Завете, хотя он и очевиден. Он не является первичной причиной христианской веры. Основная вещь, которая приводит тебя к покаянию, это не восхищение и не огни ада, и не страх бесовского вторжения, но Евангелие Царствия Божия. «Проповедуйте покаялась, ибо приблизилась к Царствию Божьей». Говорите им «покаяться», потому что в этом есть преимущество, а не от того, что им стало страшно. Понимаете, это как жена, которая едет каждый вечер к мужу домой, лишь от того, что она боится, что если она не вернется домой, он будет бить ее, он отнимет у нее кредитку, так что у них реально нет взаимоотношений, потому что она верна лишь потому, что боится последствий. Это не брак. Это рабство и оковы. Это не настоящие отношения. Я православный епископ, мне нельзя жениться. Но если бы я был женат, ух, есть в церкви плотские люди. Но если бы я был женат, я не хотел бы, чтобы моя жена приходила домой ко мне лишь от того, что опасается последствий. Пойми, я знаю, что она может встретить того, кто лучше выглядит, лучше пахнет, водит машину роскошнее, делает больше денег, но я хочу, чтобы она посмотрела на все эти преимущества и сказала, я знаю, почему я еду домой к нему, потому что я люблю его. Ты понимаешь это? Итак, церковь, и это раздражает меня, что мы позволили буйно расцвести мотивации страхом. Если мы ничему не научимся в этом году больше, давайте хоть усвоим, что страх это не мотиватор. Извиняюсь, но я должен информировать всех тех, кто запасался фасолью, рисом и водой перед 2000-м годом, не о чем было беспокоиться. Мы так и не поняли, что не стоит вопрос о его пришествии. Он уже сказал, я приду. И если бы было важно для нас знать, когда он придет, он бы сказал нам. Он не сказал нам, потому что это не важно. Вот почему он не сказал нам быть озабоченными его пришествием. Он сказал, позаботьтесь здесь, пока я приду. А вместо этого церковь сделала это неважным, а неважное сделало важным, и вот мы, мы как Иаков, женимся на Лее, потому что мы хотим, нам надо, нам нужна мотивация, нам нужен страх, чтобы быть святыми. Пойми, Бог не хочет, чтобы люди были святы, лишь потому что они обязаны. Он хочет, чтобы они были святы, потому что они хотят этого. Он не хочет, чтобы ты был свят, потому что ты боишься ада. Он хочет, чтобы ты был свят, потому что ты боишься ада. влюбился в него, и ты говоришь, я хочу угодить ему, я знаю, что он мог бы простить меня, если я вляпаюсь, но я не хочу вляпываться, я просто влюбился в него, я не могу, нет причины, мне не нужен бес, чтобы, мне не нужны бесы, чтобы пугать меня, мне не нужно через что-то проходить, ничего такого мне не надо, есть во мне мотивация от любви Божьей, чтобы любить его. И мы в большинстве случаев мотивированы лишь страхом, Бог знает, что это одна из вещей, которую мы в православной церкви годами используем, чтобы собрать людей в церковь, знаете, в средневековье западные христианские церкви строили соборы на страхе, и теперь церковь продолжает, история повторяет себя в наших харизматических кругах, самый большой мотиватор в нашей церкви это страх, когда им должны быть любовь и сострадание Господа Иисуса Христа, и так, он соглашается, он женится на Рахиль, женится на Лею, конечно же, Лея благословлена, что уникально, потому что это сильно, это пророчевки сильно относительно нас, потому что тех, кого пренебрегают, их Бог благословляет, причина, почему у Леи были дети, в том, что Иаков не любил ее, вот почему я не расстраиваюсь, когда людям не нравлюсь, я уже обречен на благословение, каждый раз, когда люди начинают, чем больше он пренебрегал ею, тем больше отрывалось ее чрево и продолжало снабжать, и понимаешь ли ты, что чем больше скорбей ты проходишь, вот почему пророки, я должен сказать это вам, и мы служили этим вам вчера вечером, пророчески, это так уникально, всякий раз, когда мы пытаемся вписаться, и мы хотим, чтобы нас приняли, и пророк воюет против своей безвестности и своего одиночества, он теряет Бога, потому что первое, чему тебе надо, позвольте мне сказать это всякому, кто призван, первое, чему тебе нужно научиться, это справляться с аспектом под названием одиночество, пойми, ты можешь быть женат и по-прежнему быть одиноким, ты можешь быть в здании с тысячей человек, и все равно быть одиноким, и пока ты не победишь страх одиночества и смущение того, что ты один, ты не сможешь угодить Богу, потому что угождение Богу зачастую заставит людей пренебрегать тобой. Теперь, я через несколько минут скажу тебе, кто именно пренебрегает тобой, потому что это не мир. Твоя проблема это не мир, мир любит тебя. Позвольте мне прояснить здесь факт, позвольте мне, я хочу, позвольте мне подправить богословский термин, или позвольте мне настроить наш бинокль немного, но согласно Евангелия от Иоанна 4 глава, мир это не те, кто живут вне церкви. Согласно Иоанна 4 глава, мир это те, кто в церкви и кто религиозен. Он сказал, что фарисеи были миром. Итак, он говорит, не любите мира, ни того, что в мире. Он не говорил о неверующих. Он говорил о церкви, тех, кто стал мирскими, или о иудеях, которые стали мирскими. И так, на самом деле, проблема это не те, кто снаружи нас, но зачастую те, кто сидит с нами рядом на скамье. Те, которые стали мирскими, которые скисли на закваске фарисейской, или закваске иродовой, те, которые притащили то, что снаружи, внутрь, вместо того, чтобы вынести то, что есть здесь, туда, к ним, мы принесли то, что было там, к себе. И так, он счастливо женится, она рождает детей, 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 и это уникально. Я подброшу это вам бесплатно. Даже не буду с вас брать за это денег, потому что это не имеет никакого отношения к тому, о чем я проповедую. Библия говорит, что когда она родила Иуду, она перестала рождать детей. Услышь меня, когда ты приносишь хвалу, тебе больше ничего не надо приносить. Хвала запечатывает вопрос. Поклонение ставит печать. И опять же, вот почему наша хвала и наше поклонение должны быть исполнены нашего языка. Я ценю православную церковь. Я ценю величайший гимн, который называют Тресхагейским гимном церкви. Это первое пророческое поклонение. Он был записан в 3 веке в Константинополе, когда землетрясение накрыло город. И 11-летний мальчик в Хагео-Софии, в Великой Церкви Константинополя, этот маленький мальчик начинает слышать песню в духе. Заметь, в 3 веке, уже тогда были пророческие песнопения. Они не были утеряны, они всегда были. Нам нужно искать этого, и он говорит, что он начинает слышать эту песню, и поет ее, и весь хор подхватывает. И хор начинает петь ее. История говорит нам, что весь город был уничтожен. Единственное, что устояло, это была церковь. От этой одной пророческой песни. И песня была «Святой Бог», Кадишо Элохо. «Святой Бог», «Святый и Могущественный», «Святый и Вечный», «Распятый за нас». «ТДА Элаэсон» или «Господь, имея милость». Это ТДА на греческом не означает «имея милость» в плане жалости, но означает «уполномочь, чтобы совершить». Мне интересно, слышите ли вы меня? Мне это нравится. Я люблю поклонение, которое превозносит, восхваляет и преславляет, и делает его, или меняет мое восприятие его, потому что на самом деле ты не можешь сделать Бога больше. Когда мы говорим, что мы возвеличиваем Бога, на самом деле мы не меняем его. Мы меняем наше восприятие его, потому что ты не можешь сделать Бога больше, потому что Бог всесилен, всеведущ, везде сущ. Он везде одновременно. Я говорил об этом вчера и повторюсь снова, что именно в этом причина того, что Бог на самом деле не двигается. Ну, нам нравится говорить «О, началось движение Божье», И Бог позволяет нам, нашему словарю, объяснить таинственное, но Бог не движется. И позвольте мне объяснить вам, почему Бог не движется, как я объяснял это вчера вечером. Потому что если Бог движется, смотрите, как движется Верон, смотрите за движением Верона. Для того, чтобы Верон двинулся, движение подразумевает прекращение пребывания на одном месте, чтобы оказаться на другом. Уловили? Я здесь. Теперь я здесь. Чтобы быть здесь, я не могу быть там. И если я не там, то там уже не существует, если я Бог. Итак, Бог здесь и там одновременно. Поэтому на самом деле, когда мы говорим, что Бог двинулся, Он не двигался вообще, мы двинулись в Нем, и увидели что-то о Нем сегодня, чего не видели о Нем вчера. О, возвеличьте Бога со мной. Не означает, сделайте Бога больше. В биологии, когда ты увеличиваешь что-то, ты не меняешь форму или размер того, на что ты смотришь, ты меняешь свое восприятие того, на что ты смотришь. Ты не можешь сделать Бога больше, но ты можешь видеть Его большим, нежели ты видел Его вчера. Она рождает Иуду, и больше у нее не было детей. То есть, детей больше нет. Тогда Бог благословляет Рахиль. Наконец, Бог вспоминает про Рахиль. Мне это нравится. Это благословит и тебя. Ты говоришь о пророческом. Позволь мне сказать, что нужно делать пророкам. Они должны пророчествовать природу Бога. Нам нужно освободиться от духа конкуренции и перестать присматриваться к тому, что происходит у экстрасенсов, и думать, что нам нужно чем-то ответить им. Мы отличаемся от них. Поэтому мы не отвечаем им. Мы не начинаем пророческую параллель сети экстрасенсов. Мы не будем выстраивать людей и просто давать людям слово, которое им нужно, что им хочется услышать. Мы пророчествуем о намерениях сердца. И я думаю, что от того, что экстрасенсы двигаются так сильно в плотком уровне, пророкам нужно беречь свои уста, от того, чтобы прорекать благословения, преуспевания, мужей и жен и тому подобное. По сути, насколько я понимаю, пророк никогда не должен прорекать мужа или жену, потому что, прежде всего, брак больше относится к сфере ответственности человека, нежели к божественному выбору. Просто Бог уважает уже существующий завет брака. Я не говорю, что нет идеального мужа. Нет, я говорю, что нет идеального божественного выбора для тебя. На ком бы ты не женился, даже если ее выберет Бог, будут проблемы, будут испытания, будет гиена, будет Шиол, будет Хейдис. Меня не волнует, даже если она самому Богу двоюродная сестра, в доме будут проблемы. Ты можешь... Сколько тебе влезет. Как только ты узнаешь, что в твоем доме есть не только спальня, тебе придется жить и в гостиной, и на кухне, и в ванной, и в подвале, ты поймешь, что намного больше происходит, нежели просто «так говорит Господь». «Итак, теперь...» «Итак, теперь у Рахиль ребенок, и мне это нравится. Рахиль рождает ребенка, и она называет его Иосиф». «Йозеф». На иврите это уникально, потому что на иврите это означает «он даст, добавит мне другого сына». И это казалось бы, в еврейском обществе родить одного сына уже автоматически снимает с тебя твой позор. Один он у тебя, или двенадцать, неважно, тебе больше уже нечего стыдиться. И она говорит, она называет своего сына пророчеством. «Он добавит мне еще одного». Она просто не была довольна. Как будто бы она простирается в будущее. Прежде чем Павел написал, он делает намного более того, о чем мы можем помыслить или помечтать. Она простирается в будущее, берет тихо, который еще даже и не был написан, и передвигает его к себе, и говорит, «Я хочу назвать его Иосифом». Он добавит еще одного. И это пророчески знаменательно, потому что Иосиф — это старший брат. Ну и дальше, конечно, ее рабыня рождает детей, рабыня Лея рождает детей, у всех вокруг дети, люди рождают повсюду вокруг. И после, она рождает другого ребенка по имени Вениамин. Но прежде чем мы доберемся до Вениамина, давайте поговорим немного об Иосифе. Итак, вот рожден Иосиф. Рожден Иосиф. Писание говорит нам, что его братья стали ему завидовать. Вы знаете, почему они стали завидовать ему? Потому что он понял свою цель в Боге. Люди начнут завидовать тебе, когда ты начнешь понимать, зачем ты здесь. Их не волнует, что... Позвольте мне сказать вам, их не волнует, что ты купил новый дом или новую машину. Это не цепляет их. Но когда ты начинаешь становиться, когда ты действительно в курсе того, кто ты есть в контексте того, кто есть он, когда ты доволен тем, кто ты есть, когда ты... Скажи это другими словами, епископ Аш, ну, если вы так настаиваете. Первый признак безумия, это когда начинаешь говорить к себе. Второй признак, это когда еще и отвечаешь себе. Бог уважает не то, что ты доволен тем, кто ты такой. Он уважает, когда ты не нуждаешься во мнениях окружающих. Когда ты становишься свободным от того, что другие люди думают о тебе. Итак, теперь, они ненавидят его. Ну, позвольте мне прояснить это. На самом деле, они не были его братьями. Они не были? Они были его сводными братьями. До вас не дошло. Епископ, у них был один отец, но у них были разные матери. Пойми, прежде всего, наша мать — это церковь. Библия говорит, наша мать — это Новый Иерусалим. Новый Иерусалим — это, конечно же, церковь, потому что она есть невеста Христу. Итак, мы — церковь, наша мать. Бог — наш отец. И зачастую из-за того, что мы происходим из разных церквей или разных матерей, разных корней, мы ненавидим друг друга на основе того, что мы не понимаем выражения других людей. От того, что ты выражаешься иначе, нежели я, то я отвергаю тебя, потому что у нас один папка, но у нас не одна мамка. Поэтому зачастую твоими врагами будут твои сводные братья, которые не могут принять, что Бог разговаривает с тобой, и что Бог сказал тебе то, что может не вписываться в то, что Бог сказал им. Вы слушаете меня? Итак, Иосифа ненавидят, его бросают в ров, они решают убить его, и это очень уникально. Они готовы убить его. Вот где становится интереснее. Они готовы убить его, и в процессе попыток убить его, Библия говорит, что Иуда вазопил и говорит, не убивайте нашего брата Иосифа. Заметьте, кто поднял свой голос. Хвала. Видите, хвала ходатайственно. Может быть, нам следовало бы переопределить ходатайство. Наверное, я наживу себе проблем здесь. Но в православной церкви мы немного иначе понимаем ходатайство, нежели люди в харизматической церкви. И когда я испытал на себе ходатайство в харизматической церкви, я иногда рад, что я православный, потому что существует опасность духовного высокомерия, которая сходит на тех, кто считает себя заводилой в молитвенном мире. Они только что научились молиться. Смотри, я вырос в старой пятидесятмужинской церкви, и я спас себя не среди кучи молодежи. Я спас себя среди пожилых. И больше ничего не знал. Мать Дори Сейкон и мать Ховард — это люди, которых знает епископ Пирсон. И они, у них не было всех этих теологических терминов. И они не знали, как звать все эти духовные власти. Они не перечисляли по сортам все эти власти и силы. Они не знали, как зовут беса над городом. Но они откидывались на кресле и говорили, «Уведи их, Господь!» И в этом им не надо было знать его имя. Они просто знали его фамилию. Мы знаем, с кем ты связан, с дьяволом. И если они просто смогут прогнать дьявола, он обязан забрать с собой всех своих прихвостней. Поэтому, когда мы ходатайствуем в православной церкви, это всегда в контексте того, о чем нас призывает ходатайствовать, наше лидерство. Позвольте мне сказать вам, что такое ходатайство, чтобы вы не запутались. Ходатайство — это не то, когда ты говоришь Богу, что ты думаешь, что Он тебе сказал. Ходатайство. Или что ты считаешь неправильным, о чем-то. Ходатайство — это говорить Богу, что Бог через своих лидеров сказал тебе сказать Ему. Ходатайство — это, я скажу это еще раз, ходататайство — это когда Бог через своих лидеров говорит тебе, что сказать Ему. Поэтому у тебя нет своих идей. Ходатайи должны слышать голос Бога через тех, кто уже поставлен. Я скажу вам, хотя это может вас расстроить, нет такой должности, как ходатай. Его нет в Библии. Есть пять должностей. Есть должность епископа, старейшины, диакона. Епископа, пресвьютерос, диаконе или диаконеа, диаконе. И эти три ранга в церкви, три должности в церкви проявляются в дарах пяти служений. Апостол, пророк, евангелист, пастух, учитель. Ходатая там нет. Но что произошло? Мы пристроили эту должность, потому что люди отказываются покоряться, и им из ничего создали титул, дабы мы могли пристроить всех отщепенцев и дать им что-то, чтобы не потерять их, чтобы они не ушли в другую церковь. И теперь есть такие, чем ты занимаешься? Я ходатай. Чего? А это где в Библии? Вот, теперь у меня есть враги. Но мы должны быть посвящены правде, даже ценой самих себя. На самом деле, опять у меня будут проблемы, но я таки скажу это. На самом деле, первым ходатаем в обществе, согласно святого Агнасия, 69 код нашей эры, является епископ города, или общества, или церкви. Я скажу так, если ты ходатай в церкви, или кто-то принимающий участие в молитвенном служении, я гарантирую, что ты никогда не сталкивался с главным бесом. Я не сталкивался? Нет. Почему? Потому что ты не главный. Ты член. Главные бесы только для тех, кто в главном правлении царства. Епископов, и старейшин, которые управляют, как главная духовная власть в городе. Но что ты делаешь, тебе нравится думать, что ты борешься с главным, потому что от этого ты себе кажешься важнее. Ты пристраиваешь свою духовную надменность через ложную духовную пропаганду. Это не значит, что ты не вовлечен в бесовской конфликт. Но не на уровне тех, кто должен быть апостольским первооткрывателем в деле и восстановлении Божьего Царствия. А это приходит лишь с порядком. Нам нужен порядок в церкви, если мы собираемся увидеть пробуждение. И я знаю, что это огорчает некоторых людей, но это правда. Это правда. Спасибо вам, а то я уж был... Шшш... Итак, Иуда ходатайствует. Я думаю, что иногда, если бы мы просто поклонялись... Меня ошеломляют оправдания, которые люди приводят тому, почему они не участвуют в том, что делает Бог. Я не мог. Я слишком занят молитвой, чтобы быть в группе порядка. Или в совете порядка. Я слишком занят молитвой, чтобы принимать участие в молодежке. Моя задача молиться там, на заднем плане. Нигде в Писании ты не найдешь оправдания молитвы на заднем плане. Ты должен быть задействованным в чем-то, и молиться с людьми, промаливая то, чем ты занимаешься. Если Иисус уходил, Он уходил в пустыню молиться за своих апостолов, но Он делал это в полночный час, после того, как все Его земное служение было закончено, после этого Он уходил. Он не заменял свое общество на свою духовную изоляцию. И что мы сделали? Мы принесли в жертву наше общество, чтобы созидать индивидуальность. Вы слушаете меня? Это очень опасно. Это очень, это очень опасно. Всякий раз, когда кто-то отделяет себя от того, что Бог делает корпоративно, чтобы следовать за тем, что Бог делает индивидуально, Он ничего не делает индивидуально, в отрыве от того, что Он делает корпоративно. Фактически, я зайду настолько далеко, что скажу, что иногда корпоративная судьба перевешивает личную судьбу. И твое индивидуальное призвание должно умереть, чтобы дать дорогу тому, что Бог делает корпоративно. Скажи это другими словами, епископ Аш, если вы так настаиваете. Земя должно умереть и быть посаженным, если оно собирается принести плод. Ты никогда ничем не втанешь, пока не сделаешь кого-то другого чем-то. Она рождает Иосифа. Они бросают его в ров. Иуда ходатайствует. И приходят Измаил. Измаильтяне. Это сильное свидетельство, что Бог может обернуть все в Божью славу. Потому что раньше, в книге «Бытие», Библия говорит нам, что Авраам... И мы проповедуем это. И у нас есть богословские... Или, скажем, мы не нарушим Писание, если мы будем проповедовать это и так и так. Мы проповедуем, что Авраам упустил Бога, родив Измаила. Он породил плоть и должен был расплачиваться за это в будущем. Но если вы изучите это нас несколько ближе, вы увидите, что Измаил был необходим. Потому что Измаил... вырос в нацию, которая после, когда Иосиф был близок к смерти, Бог взял Авраамова Измаила, ошибку Авраама, слабость Авраама, и позволил ей быть настолько сильной, что все развернулось. Другими словами, когда вы намеревались мне во зло, Бог обратил это во благо. Он обратил это вокруг и использовал слабость Авраама, чтобы вершить свою цель в беспощадной душе. На самом деле мы должны понять, что иногда то, что работает против нас, на самом деле работает за нас. Иногда мы говорим, Бог, это убивает меня, но это не так. Фактически это приводит тебя ближе к твоей судьбе. Итак, Измаил привел Иосифа из пустыни, в земли Египта, чтобы он мог совершить свою цель, силу и план Божий. И это так уникально, потому что часто мы более важны. И если ты будешь правдив, я видел славу Божью, проявляющую себя чаще всего, когда я был слабее всего. Я ощущал силу Божью зачастую, когда я чувствовал себя хуже всех. И я понимал суверенность Бога во всем происходящем. Когда я был опустошен, когда я был опустошен и чувствовал себя скорее далеко от Бога, нежели близко к Нему, я видел больше чудес. Почему? Потому что у меня было больше потребностей в Нем. И зачастую Бог, если мы не смирим себя, Он смирит нас. Он позволит чему-то войти в нашей жизни. Чтобы мы всегда помнили, что Он наш источник, а не что-то еще. Приводит Измаила, освобождает его в Египет. Мы знаем этот рассказ. И теперь, пока он в Египте, он служит в доме Патифара. Патифар богатый человек. Жена Патифара соблазняет его. Я хочу, чтобы вы увидели, есть первые две одежды. Одна одежда, которую дал его отец. Они забрали у него эту одежду. И позвольте мне сказать вам, что часто твой отец даст тебе положение в церкви, но это не постоянное положение. Пойми, Иосиф был настолько занят попытками удержать свою первую собственность, что Бог сказал, «Я хочу привести тебя в большую славу, но ты так занят попытками удержать свою первую одежду, ты не отпускаешь ее, поэтому я помазываю у кого-то забрать ее у тебя. Я поставил своих братьев, чтобы они провели тебя через некоторые трудности и приключения. Ты не отпускаешь ее. Я хочу поднять тебя, но я не могу поднять тебя, потому что ты слишком занят, держась за низы. Я хочу поднять тебя на следующий уровень, поэтому я предписал, чтобы твои братья раздели тебя, чтобы я мог вывести тебя на следующий уровень». Кто из вас был раздев, чтобы подняться? Кто? Пойми, ты не хотел что-то отпускать, но Бог поставил тебя так, что у тебя это отняли. Пусть он получает другую одежду, радуется другой одежде. Он настолько в восторге от следующей одежды, что и ее не хочет отдавать. Поэтому Бог ставит жену Патифара, чтобы она забрала ее. Теперь он в тюрьме. Бог поднимает его, приводит его в дом фараона. Теперь он муж большой мудрости в доме фараона. Фараон почитает его и дает ему третью одежду. Услышь меня. Тридцать крат, шестьдесят крат и сто крат. Есть измерение внешнего, измерение внутреннего двора и измерение святого цветых. Есть большие славы в Царстве Божьем. И мы никогда не сможем быть удовлетворены. Есть Пасха, Пятидесятница и куча. Я вчера сказал это, повторюсь еще раз, часто мы застреваем на одном празднике и не можем перейти к другому. Мы настолько заняты тем, что мы Пятидесятники, что мы не... А это лишь еще только начало урожая. Есть другой урожай, праздник кучей. Мы не должны становиться Пятидесятниками, мы должны праздновать Пятидесятницу и двигаться к следующему. Я благодарен Богу за мои корни, и я люблю свои корни, но я также не настолько слеп, чтобы не видеть, что нельзя разбивать шатры у Пятидесятницы. Я переживу ее, я наслажусь ею, но я буду призван в большее измерение славы. Больший уровень церкви. И мы принесли в жертву то, куда мы идем, ради того, где уже оказались. Мы пытаемся быть верными, но ты не можешь быть верным тому, что Бог делал. Ты должен быть верен тому, что Бог делал. И так он движется от одной славы к следующей, и Бог приводит его во дворец. И пока это происходит, Бог приводит его туда. У Иакова появляется другой сын, Бенани. Его мать называется его Бенани, что переводится как «сын моей скорби», но он называет его Вениамином, сын по правую руку. Вениамин входит в духовную власть, царствие Божие. Позвольте мне вернуться на минутку и сказать вам вот что про Иосифа в тюрьме. Позвольте откатиться на секунду. Иосиф был в тюрьме. Вот, я хочу, чтобы пророки поняли кое-что здесь. Пока Иосиф в тюрьме, он страдает в тюрьме, и мы не знаем, почему Бог поместил его туда. На самом деле мы знаем, зачем Бог поместил его туда, потому что есть стих в псалмах, который говорит об этом, там говорится, «Бог установил предел, и никто не может преодолеть их». «Услышь меня Духом Святым». И Дух Святой проговорил ко мне и сказал, «Верон, я призвал мой народ пройти через различные трудности, не всегда для того, чтобы научить их чему-то в этих трудностях». Я спросил, «Нет?» «Нет». «Но у меня есть люди, которые научат трудности, что есть некоторые люди, которых трудности не смогут убить». Я спросил, «Бог, ты о чем?» Бог сказал, «Когда я поместил Ноя в потоп?» Это было не для того, чтобы Ноя узнал, что такое потоп. Мне нужно было научить потоп, что есть некоторые люди, которых ему не позволено убить. Когда я поместил трех еврейских парней в огонь, я поместил их туда не для того, чтобы они были освобождены. Я поместил их в огонь, чтобы научить огонь, что есть ребята, которых тебе не позволено жечь. Когда я поместил Даниила в ров со львами, я поместил его туда не для того, чтобы он научился чему-то. Мне нужно было научить твоего врага дьявола, который ходит, как лев рыкающий, что есть люди, которых ему не позволено съесть. Когда я поместил Иосифа в тюрьму, я поместил его в тюрьму, чтобы научить тюрьму, что есть некоторые ребята, которых не удержишь в заперти. Бог, помещай тебя в твои трудности, чтобы ты мог научить свои трудности, что есть некоторые вещи, тебе не позволено уничтожать Божьих людей. Похлопай в ладоши и закричи «Аллилуйя!». Посмотри на соседа и скажи «Приподай урок твоей проблеме!». Ты думал, что проблема пришла уничтожить тебя, ты можешь вернуться к этой проблеме и сказать «Ты только посмотри на себя!». Ты можешь вернуться к этому раку и сказать «Смотри, Бог позволил мне заполучить рак, чтобы научить рак, что есть некоторые люди, которых ты не убьешь. Давайте! Бог позволил твоей кредитной истории быть грязной, чтобы ты мог научить твой кредит, есть те люди, которых не удержишь на дне!». Аллилуйя! И я заканчиваю, я пытаюсь закончить. Я проповедую без конспекта, поэтому, пожалуйста, простите меня, я немного рассеян. Вениамин родился, и Иосиф, его старший брат, Иосиф, его старший брат, Вениамин, его младший брат, это духовно значительно, потому что Иосиф сказал, когда его братья пришли попрошайничая, я не буду проповедовать об этом, и Бог поднял Иосифа так, что они не знали, кто он, помните это? Они не знают его, они не знают, кто это. Итак, что происходит? Он спрашивает их, кто у вас есть еще в семье? Они говорят, еще один брат. Кто его мать? Рахиль. О, у меня есть брат. Он не знал, что у него есть брат. Послушайте, что он говорит. Он говорит, идите приведите его. Приведите его ко мне. Заметьте, он не пошел за ним. Он дал обеспечение, чтобы привести Вениамина к его престолу власти. Вам лучше услышать меня Духом Святым. Он послал своих слуг пойти взять его брата и привести его к нему. Это уникально, потому что Евангелие от Иоанна, 14 глава. Давайте откроем. Мы еще вернемся сюда через минуту. Мне нужно прочесть это вам, потому что если вы не прочтете это в Библии, вы мне не поверите. Евангелие святого Иоанна. 14 глава. И я заканчиваю. Обещаю вам. Одну минутку. Еще одну. Один день для Господа, как тысяча лет. И одна минута для пророка, как... Послушайте, что он говорит. Да не смущается сердце ваше. Вы веруете в Бога, и в меня веруете. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Теперь позвольте мне определить это, или пояснить это. Вы не получите обителей на небе. Так что торопитесь, пока вы здесь. Я не хочу портить тебе праздник, он не обещал тебе обителей. Нет, обещал, вот здесь. Да не смущается сердце ваше. Вы веруете в Бога, и в меня веруете. В доме отца моего обителей много. На греческом здесь уникальная игра слов, потому что здесь говорится о том, как евреи или израильтяне строили свои дома. И когда сын женился, он добавлял пристройку к дому, и дом становился больше. От обилия квартир, или пристроек, или обителей, которые пристроены. В доме отца моего, алло, ты есть храм Духа Святого, ты обитель Бога, говорит нам Библия. Поэтому в доме отца моего обителей много. В доме отца моего много места обитания. А если бы не так, я сказал бы вам, ты не получаешь обители, ты получаешь место. Я иду приготовить место вам. И он говорит нам, что это за место. Он говорит, и когда пойду, и приготовлю вам место, приду опять, и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Где я? Чтобы где я, там и вы были. И так, тогда место, это не обитель. Место, это духовное положение. Место, это где я есть. Чтобы и вы были где я. Где я. Я собираюсь приготовить вам это духовное положение. И я пожлю моего слугу, Духа Святого, чтобы взять Вениамина и привести его, возвести его от славы в славу, от веры в веру, пока он не окажется там, где я. Давайте разъяснить это вам. Итак, этот Иисус, который есть Сын Божий, вторая личность в Троице, Иисус приготовил духовную позицию для нас. Эта позиция, это позиция сыновства или усыновления, позиция соноследника с Господом Иисусом Христом. Но он не собирается занимать эту позицию вечно, потому что книга Откровения говорит, однажды Сын займет престол, Отца. Но когда Бог возносит его с престола Сына на престол Отца, появляется вакансия. И в Небесной газете появляется объявление. Есть вакансия на место под названием «Чтобы и вы были, где я». Чтобы вы поднялись на место духовной власти. Мне любопытно, позволите ли вы мне преподавать вам то, что Еваргий, один из великих греческих отцов церкви, преподавал. Потому что это просто взбаламутит тебя. У меня опять могут быть проблемы. Но просто просто дайте мне немного благодати. Ушколи я православный, пожалуйста. Я бы попросил вас поставить за меня свечку, но вы же этим не занимаетесь. Ну, да ладно. Еваргий сказал, что когда Моисей встал перед Богом, и у меня снова будут враги здесь, но те, у кого есть уши, слышат и услышат. Когда Моисей отправился к Богу, Бог говорит, «Сними свою обувь, ты стоишь на земле святой». Моисей говорит, «Хорошо, Бог, я стою на земле святой». Он снимает обувь, он стоит на святой земле. И после Моисей говорит с Богом, и Бог говорит, «Я хочу, чтобы ты пошел к фараону». И Моисей говорит, «Я не могу пойти». «Как я пойду?» «Мне нечего сказать». Бог говорит, «Есть». Он сказал, «Если я пойду, кто мне сказать послал меня?» Теперь послушайте, потому что у Моисея была проблема, он боялся того, как он разговаривает. Он не красноречив. И он не хочет краснеть. У него была низкая самооценка. Он уже 40 лет был в пустыне, ухаживая за овцами. Его выгнали из дворца фараона, окей? Он борется с низкой самооценкой. Он входит в тронный зал, и вот он. И Бог говорит ему, «Ты скажи ему такие слова. Скажи ему, «Я есть тот, кто я есть». Теперь представь себе, когда Моисей приходит к фараону. Услышьте меня. И фараон говорит, «Кто послал тебя?» И Моисей говорит, «Я есть тот, кто я есть». «Я есть тот, кто я есть» — это не определение того, кто такой Бог. «Я есть тот, кто я есть» — это утверждение того, кем был Моисей, по отношению к тому, кто есть Бог. Бог не для Бога сказал, «Я есть тот, кто я есть», потому что Бог уже знал, кто он есть. Бог сказал, «Я есть тот, кто я есть» — Моисею, чтобы Моисей знал, кем был Моисей. Знал? Знал. Итак, когда Моисей встал перед фараоном, он сказал, «Я есть тот, кто я есть». «Вы не верите мне?» Послушайте, что Бог говорит Моисею, «Я сделаю тебя Богом для фараона, и Аарон будет твоим пророком». Конечно же, конечно же, я знаю, что здесь есть грамотеи из университета Орла Робертса, я знаю, я знаю. Так что, дайте мне поспорить с вами. Если мы даем определение божественности, Бог должен быть всеведущим, вездесущим и всесильным. Я о том, что он будет везде, все знает и имеет всю силу. Я прав? Это определяет божественность. Поэтому Бог достоин нашей хвалы. Итак, вопрос, которым большинство из вас задается, не опасно ли это, что вы проповедуете, епископ Аш, как бы мы ни ценили богословский контекст, есть опасность ерехи, воровства, славы у Бога? которые люди извращают. Да, извращают. Люди берут ее, и они злоупотребляют ею. Но позвольте мне дать здесь определение. Если Бог везде владеет всем и всесилен, если я украду его славу, куда я ее положу? я сам себе приношение принесу? Если я войду в офис епископа Пирсона, и мне нравятся его кресла, и я беру его кресло из офиса, и ставлю его здесь, в зале, я не украл его, я поместил его на то место, где оно не стояло раньше. Фактически, я просто расширил его содержание и контекст. Я сделал его больше. Поэтому, когда Бог делится своей славой со своими людьми, он не умаляет то, кто он есть, он просто наполняет землю тем, кто он есть в нас. Это Христос в тебе, надежда в славы, докса, хаббот, шикайна, присутствие Божье. Вот в чем наша надежда. Наша надежда — это слава. Слава — это не небеса, слава — это духовная позиция, и это присутствие Божье, проявленное, и именно это делал Иисус. Вот что Иосиф делал с Вениамином. Он хотел, чтобы Вениамин разделил его славу, и он приготовил все, чтобы привезти Вениамина туда, где я, чтобы он тоже был там. Поэтому, когда Вениамин был перед ним, и все его братья были там, они были в присутствии Иосифа, но они не знали, кто такой Иосиф, потому что Иосиф был под Вуалью. Они не смогли узнать его. Итак, хотя они были в его присутствии, они не знали, кто он такой. И вот они, услышь меня, думали, что они попрошайки в Египте, почему они думали, что они попрошайки? Потому что они не знали, кто такой он. Их личность была сокрыта в его личности. Их незнание его было их незнанием самих себя. Итак, вот Иосиф под Вуалью. Какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими? «Мир потому не знает нас, что не познал его». Мы теперь дети Божьи, но мы не видим его, как он есть. Мы не знаем его. Мы не знаем его. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Но еще не открылось, что будем. Но когда он откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Итак, когда братья Иосифа сидели там и смотрели на Иосифа, и Иосиф начинает снимать египетскую косметику, и начинает снимать Вуали и золото, и они начинают понимать, «Ну-ка, погоди-ка, мы голодны, и помираем, как поберушки, и боимся, но я узнаю этого человека. Погоди, это не правитель Египта. Это мой брат. Погоди, 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 погоди. Это же Иосиф. И если это Иосиф сидит на престоле, то... Погоди, 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 погоди. Когда мы здесь не поберушки, мы не голодны. Если это Иосиф снимает эти рукава и стирает эту пыль, если это Иосиф, когда я знаю, кто такой я, и они начинают получать откровение того, кто такие они, в контексте того, кто такой он. Когда они увидели его, кто он есть, когда они увидели его, кто он есть, они были как он. Моментально они стали богаты. Им копейки не понадобилось, чтобы разбогатеть. Они стали богатыми через родство с ним. Им не нужно было ничего. Моментально их положение изменилось от их восприятия. Ты ограничен своим восприятием. Но как только ты осознаешь, кто такой он, и кто ты по отношению к нему, Бог поднимет тебя в духовное положение, которое он предписал своим людям. скажи «да». Итак, послушай меня. Послушай, что Библия говорит. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Гадательно. Тогда же увидим его лицом к лицу. Я говорил это вчера, но я скажу это снова. Если я смотрю в зеркало, и лицо, которое смотрит на меня, это Иисус. Если я смотрю в зеркало, и лицо, которое смотрит на меня, это не то лицо, которое я видел там вчера. Лицо, на которое я уставился, лицо, которое говорит ко мне, это лицо по имени Иисус. И у меня есть новости для тебя. Единственное, как Иисус может смотреть на меня в зеркале, это если мое лицо станет Его лицом, если мое тело станет Его телом, если моя жизнь станет Его жизнью. Когда ты осознаешь, кто ты такой, когда ты поймешь, я хочу быть похожим на Иисуса, я хочу быть как Он, я хочу говорить как Он, я хочу жить как Он, я хочу изгонять бесов, воскрешать мертвых, делать чудеса, это моя судьба, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Вот зачем я родился, вот зачем я спасся. Теперь Вениамин значит Сын по правой руку. Если Он Сын твоей правой руки, и ты левша, Иисус говорит, «Побеждающему дам восседать со мной на престоле, я дам ему получить мою власть, когда я восседаю на престоле моего Отца, твоя левая рука будет держать его правую руку, и ты восседешь со властью Господа Иисуса Христа, скажи «да». 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 Интересно, слышишь ли ты, что Бог говорит? Настолько, что когда Яков позвал своих внуков получить его благословение, они поставили младшего брата под его правую руку, и старшего он скрестил руки, вернее, они поставили младшего брата под его левую руку, потому что на кого ты возложишь правую руку, тот получает двойную меру благословения. Итак, Иисус это наш старший брат, и мы его младший брат, поэтому на кресте Он снял свое благословение и дал его нам. Иисус был Богом. Ему не нужно было преуспевание, поэтому на кресте Он получил преуспевание и дал его нам. Иисус был Богом. Ему не нужно было Иисус получил освобождение, поэтому на кресте Он получил освобождение, и Он дал его нам. И Иисус был Богом, Ему не нужно было благословения, поэтому Он получил благословение, и Он дал его нам. И Иисус был Богом, Ему не нужно было исцеления, и Он дал его нам. И Он дал его нам. Все, что он получил, мы получаем. Все, что он получил, мы получаем. И я закончил. Псалом 132. Говорит нам не про куриный ужин, говорит нам не о банкете, не говорит об общении, как хорошо и как приятно жить с братьем вместе. Кто твой старший брат? Иисус, ты его младший брат. Как хорошо и как приятно, когда братья живут вместе. Это как елей, стекающий из головы Аароновой, стекающий на края одежды его. Иисус, голова, мы тело. Когда мы будем в единстве с ним, какое помазание он получает Какое помазание он получает, оно стекает по его волосам, и мы получаем его. Что он получает, мы получили. Что он получает, мы получили. Выбеги со своего места, и прикоснись к трем людям, и скажи, что он получает, я получил, я получил. Я получил. Я получил. Я получил. Речь о том, кто ты такой. Дай дьяволу знать. Ты связался не со мной. Ты связался с Иисусом. Ты не мне мешаешь. Ты мешаешь Иисусу. И если бы ты только знал, кто я такой. И если бы ты только знал, что знаю я. Он не хочет, чтобы ты знал, кто ты такой. Вот почему мы танцуем. Потому что нам нечего бояться. Вот почему мы поклоняемся так, как мы поклоняемся. Потому что мы проявляем жизнь Христа. Вот почему нам не о чем беспокоиться. Потому что мы не за тем родились, чтобы просто ходить по лицу земли без цели. Мы знаем, кто мы такие. Мы знаем, зачем мы родились. Чтобы являть Его славу. Являть Его образ. Подними свои руки и скажи, я хочу быть как Он. Вот моя молитва. Так возвышенный, свят. Так кроток и одинок. Я хочу быть таким, как Он. Вот зачем я живу. Вот за что я умру. Вот зачем я пришел сюда. О, Бог. О, Господь. О, Бог.